Здравствуйте! На телеканале УЧ выпуск новостей. Сегодня в программе о событиях в городе и республике. Школьники Красного УЧа будут обучаться очно. Такое решение приняли 30 августа на заседании комиссии по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Все подробности в сюжете. На повестке дня городской комиссии по ТБИЧС стояли вопросы организации учебного процесса в общеобразовательных учреждениях подведомственных администрации Красного Луча, а также возможность проведения 1 сентября торжественных мероприятий, посвященных Дню Знаний. С докладом выступила начальник управления образования. В этом учебном году планируется обучение 6192 обучающихся и в них 468 первоклассников. По результатам проведения обсуждения с родительской общественностью, с педагогической общественностью, также на собрании с руководителями общеобразовательных учреждений рассматривался вопрос очного обучения или других форм обучения. И было принято решение, в большинстве случаев выражено желание обучаться в очном формате, и было принято это решение. Также родители могут по заявлению своему желанию при обращении к руководителю школы выбрать иной формат обучения. Это может быть дистанционная с применением электронных технологий, экстернат, семейное образование. И заявление родителей рассматривается на педагогическом совете и принимается соответствующее решение. То есть такая форма обучения тоже согласно закону образования, она существует и, соответственно, учитывается мнение родителей в этом случае. Для учащихся 7-й школы, которая пострадала во время ракетного удара 16 июня, учебный процесс будет проводиться в очно-заочном формате на базе 4-й школы. Начальник управления образования рассказала, что подвоз детей будет осуществляться автобусами. Заслужив доклад, глава администрации обратил внимание на не менее важные вопросы. Это прежде всего безопасность детей во время пребывания в образовательных учреждениях. Руководителям школ направлено соответствующее письмо от управления образования с рекомендацией провести меры по осмотру территории. А территория осматривается несколько раз в течение дня. И также для того, чтобы проводить линейки, классные часы, обязательно назначают соответственные лица за безопасность, то есть дежурные по периметру образовательного учреждения. Также следует сказать о том, что эта процедура уже отработана в течение последних двух лет. Начальник Краснолучского ГПСУ МЧС напомнил о проверке путей эвакуации в школах и путей подъезда к учебным учреждениям, наличии средств пожаротушения, а также проведении инструктажей по технике безопасности и противопожарных тренировок. Представитель санэпидемстанции обратила внимание на обязательное соблюдение в школах санитарных норм. Главный врач города, в свою очередь, поднимал вопросы профилактики травматизма среди обучающихся и правила оказания первой медицинской помощи, которыми должны владеть учителя. Кроме того, на заседании говорили об организации в школах горячего питания, обеспеченности учебниками и обсуждали другие вопросы. В завершении члены комиссии единогласно проголосовали за очную форму обучения в образовательных учреждениях и предоставили право каждой школе определить классы, которые будут присутствовать на торжественных линейках 1 сентября. Новости телеканала Луч. К новому учебному году все первоклассники получат подарки от главы ЛНР. Родителям школьников, посещающим общеобразовательные учреждения республики, выплатят по 10 тысяч рублей. А в целом жизнь общеобразовательных учреждений уже не будет прежней. В школах ЛНР произойдет ряд нововведений и изменений. Об этом подробно на брифинге рассказала начальник управления образования Людмила Рыхлевская. Смотрите программу после 19-часового выпуска новостей и прогноза погоды. И завтра в утреннем повторе после 9-часового выпуска. В преддверии нового учебного года школы нашего города и подведомственных территорий получили гуманитарную помощь от Республики Башкортостан. Это адресные посылки от педагогических коллективов и обучающихся образовательных учреждений Башкирии. Красноульским школам подарили учебную и художественную литературу, канцелярские товары, наглядный материал в виде карт, таблиц, плакатов, методические пособия, оргтехнику, спортивный инвентарь и другие необходимые принадлежности для организации учебно-воспитательного процесса. При поддержке общественной организации «Общероссийский народный фронт» в центре «Красного луча» развивается флаг Российской Федерации. Об этом сообщает городская администрация. 15-метровый флагшток с государственным флагом России был установлен сегодня возле памятника Ленину. С начала 2022 года в «Красном луче» и на территориях подведомственных администраций произошло 226 пожаров, в результате которых погибло 18 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ЛНР. В этом году за нарушение требований пожарной безопасности инспекторы Красноульского ГПСО привлекли к административной ответственности двух граждан. Трагические последствия из-за огня происходят по причине халатного отношения людей в природной среде во время курения или же из-за использования неисправных электроприборов. Спасатели напоминают, что за нарушение правил пожарной безопасности граждане будут привлекаться к административной ответственности. Огонь не подвластна человеку стихия. Даже несмотря на активную работу инспекторских составов МЧС ЛНР и предупреждение населения об опасности пожаров, все равно происходит возгорание. Страдают от стихийного огня не только люди. Жертвами становятся животные в лесах и полях. Неосторожное обращение с огнем – это халатность, которая может привести к трагическим последствиям. Чтобы сократить риск возникновения пожаров в природной среде и быту, Красноурский КПСО МЧС ЛНР напоминает. Не оставляйте без присмотра открытый огонь. Не устанавливайте горящие свечи вблизи легковоспламеняющихся материалов. Не курите в лежачем состоянии и в состоянии опьянения. Следите за исправностью бытовых электрических приборов в квартире. Не выбрасывайте пепел от сигарет сразу после тушения в урну. Не оставляйте детей с огнем. Не разводите костры в лесах и полях. При обнаружении запаха дыма, незамедлительно звоните в пожарную службу по телефону. 101-02-25-072-103-13-66. Новости телеканала «Уч». На этом наши новости подошли к концу. Мирного всем неба, берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok